На этот раз катер для патрулирования предоставил морскому патрулю капитан порта Владимир Леви. Перед выходом в море задачи комиссии ставит начальник ГИМС. Сегодня очередной выход на это патрулирование, в процессе которого будет осуществлен мониторинг, то есть наблюдение за законностью и незаконностью использования маломерных судов. И соответственно будут сразу приниматься, если есть основания, меры по пресечению той или иной деятельности. В составе межведомственной комиссии представители администрации города, полиции на транспорте, пограничники, начальник ГИМС и капитан морского порта Анапа. Владимир Александровича можно смело называть морским волком. Загорелый, подтянутый, обветренный океанскими ветрами Атлантики, водивший рыболовецкие суда к берегам Намибии, Мозамбика, Мавритании и Марокко, рыбачивший у Западной Сахары, замещавший капитана морского порта Новороссийска на маленький курорт Анапа, сын потомственного моряка смотрит с любовью и заботой. Леви поддержал главу города Сергея Сергеева в том, что большегрузы не должны возить зерно через курорт. И сейчас у нас тоже не менее ответственная задача. Контролировать все суда, которые находятся в портовых водах. А у нас в основном сейчас это пассажироперевозки судов маломерных и судов, пассажирских прогулочных судов. Чтобы все люди, находящиеся на судне, это объект с повышенной опасностью, должны соблюдать меры предосторожности. Далеко идти не пришлось. Нарушения рядом. Прокинули банан, чтобы люди повеселились. Это глубейшее нарушение. И вот сейчас, соответственно, судоводитель находится на борту судна и к нему принимают меры административного воздействия. Вот второе судно задержанное, что пассажиры находятся без спасательных жилетов. Сейчас они наверняка утверждают, что им разрешено не спасать их жилетов, только дети должны спасать их жилетов. Жизнь моря кипит и трудно представить, что в этой бирюзовой красоте, которая у берега не имеет такого заманчивого цвета, не пожелают прокатиться, пощекотав нервы наши отдыхающие. За безопасностью отдыха на воде следят десятки специальных моторных лодок со специалистами ГИМС. Рейдовая группа замечает у пограничника Эйлады базы, занимающиеся незаконным прокатом маломерных судов. Продолжение следует...